Бордгеймшоп.ру И вы, наверное, можете заметить, что в этой игре очень много разных компонентов, вот таких вот пластмассовых штучек, домиков. И в этом, в принципе, одна из основных целей – построить дома. У нас у каждого есть два персонажа. Я буду сегодня за голубеньких играть. Это мальчик и девочка. Они играют роль в зависимости от того, кем будем играть, какие у нас будут боги. И давай начнем с того, что ты покажешь, какие есть здания, а я потом пока помешаю карты богов. Да. Так, получается, мой противник мешает карты. С этого начинается игра. Покажи карты, какие они там есть. Боги маленькие. О, вот огромное количество богов, которые будут оказывать свое влияние на эту игру. По сути, мы будем богами и управлять будем персонажами. Да, это как влияет игра. В общем, один игрок выбирает обязательно карты. Да, я выбираю в открытую эти карточки, которые посчитаю нужным. У нас двое, значит, я выбираю две карточки. Да, он выбирает две карты, то есть реаграбельность игры большая. В общем, что это значит? Он выбирает две карты, которые он посчитает нужным. Каждая из них достанется одному из нас, и это будут какие-то дополнительные бонусы на всю игру. С чего начнется все равно игра? Мы выставим свои фишечки и будем строить домики. Домики у нас будут состоять из нижнего этажа, среднего, третьего верхушки, и есть тоже так же еще и купол. Такой вот синенький купол. В процессе покажем, что это тоже значит. Да. Смысл игры построить здание из трех этажей и забраться одним из наших персонажей, мальчиком либо девочек, на третий этаж. Если один из нас двоих так сделает, он победит. Да. Как это делается? Прямо сейчас начнем. Так, это у нас разок. Я выбрал две богини, Диметру и Артемиду, и у них у каждой есть своя способность. В данном случае у Артемисы она может будет сходить на одну клеточку больше, а Диметра может построить вместо одного этажа две постройки, если захочет. Да. Так, я выбрал, а ты выбираешь, кем ты будешь конкретно из них. Одно из двух. Да. Интересно. Пробовали мы разных боков. Да, то есть в зависимости от того, какие у нас боги, там вы не представляете огромное количество различных эффектов, вплоть до выброса. Диметр. Ты будешь Диметрой, хорошо. Диметр. Я буду Артемисой. Миссой, да. На этом, в принципе, выбор бога заключается, и мы расставляем по очереди в любую из этих клеточек своих рабочих. Пускай у меня будет здесь и здесь. Так, да. Ну, у меня пусть будет здесь и здесь. Как выставляем? Это мы хотим сами, хотя, опять же, есть такой бог, который есть условия, как надо выставить. Да, не только один бог, там различные бога, в которых есть определенные, как надо расставить этих персонажей. Так, мы расставили так, и с чего вообще заключается ход игрока? Ход заключается игрока в том, что надо обязательно сделать какое-то движение. Ходить можно по диагонали, по ортогональным линиям. Это будет считаться как одно передвижение. И потом надо обязательно сделать постройку. Можно построить либо первый этаж, либо второй, либо третий. Но все идет по порядку, начиная с первого этажа. То есть, не обязательно находиться на другом этаже. Вот, например, я так исходил и построил вот это первое здание. Теперь ты. Все начинается с таких движений. Не обязательно чередовать персонажей, можно продолжать ходить этим же персонажем. Например, я поднимаюсь сюда. Это одно действие, одно движение, и строю второй этаж. Есть такая условность, что можно подниматься только на один уровень выше. Например, на первый этаж я могу подняться. А если бы я здесь стоял, подняться на второй этаж нельзя. Это одно из главных условий игры. Но, например, спускаться можно с любого этажа, какой мы посчитаем нужным. Ну, так, я вот здесь вот стоял и построил здесь. Это ты так, пока я болтал, уже решила построить, да? Да. Интересно. Так, я тогда... Кстати говоря, стой. А почему я не делаю два постановления? А ты можешь сделать либо две, либо одну, как ты считаешь, нужно. Да, нет, пока пусть будет так. Ты решила так оставить. Я пользуюсь своим чудом... Чудом Юдом. Чудом Юдом Бога. И делаю два шага. И строю первый этаж здесь. Выход. Ты поднялась. Построила сюда первый этаж. И сразу второй этаж. Да. Отлично. Я поднимаюсь. Раз, два. Потому что я могу делать два движения. Блин. И делаю... Вот здесь второй этаж. На одной клеточке, как вы заметили, может находиться только один работник. Второй туда не может залезть. Ни свой, ни чужой. Да, блокировка произошла. Тебе надо думать, как и чего делать, чтобы... Раз. А ты не можешь, да. Да, я не могу. Пусть будет так. Пусть будет так. Хорошо. Я поднимаюсь. И строю третий этаж здесь. Я спускаюсь сюда. Купол. Да. Рассказывай, что значит купол. Что это значит? То есть, если я это сейчас не сделаю, моему противнику просто надо сделать вход. И все. Игра завершена. Он выиграл. Что? Зачем нужен купол? Купол закрывает эту постройку. Все. Постройка завершена. И она больше не действует. То есть, точно так же нельзя... То есть, он не может сейчас прыгать здесь и так далее. То есть, это как бы все, константа на этом... Как бы именно эта постройка на этом заканчивается. И это все. Но, кстати говоря, в моей способности это одна постройка. Все-таки я не буду делать вторую, потому что я подразумеваю некоторые. Да, ты не будешь делать вторую постройку. Штучки, трючки, да. Ну, хорошо. Делай, как считаешь нужным. И тогда я... Что же я могу сделать? Я... Я сделаю вот так. Спущусь. И построю третий этаж вот здесь. А достраивать можно вне зависимости, на каком уровне находится рабочий. Да. Я, следовательно, иду сюда. Закрываю куполом. Можешь, в принципе, за меня закрыть купол. Да, без проблем. То есть, ближайший рабочий закрывает куполом, и я сюда не могу встать. Да, и все-таки я использую мои способности и делаю, ну, как бы, соседнюю постройку. Угу. Интересно. Интересно. Так. Я тогда иду сюда. И строю первый этаж вот здесь. Игра визуально и тактично очень приятная. Вот эти все этажи – это что-то особенное. Это что-то прикольное. Шаг сюда. Шаг сюда. Угу. Строй мне третий этаж. Угу. Обязательно. Угу. 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 Да, пусть будет вторая постройка. Да, все правильно. Я стою. Можно строить же и косо, и рядом. Да. Единственное, нельзя подниматься вверх, чем выше один этаж. А спрыгивать можно? Спрыгивать можно, да. Это надо запомнить и с этим чувством играть. Так, что же я могу здесь делать? Ты как-то начинаешь меня потихоньку напрягать своим действием. Так, я сошел девушкой, и она берет свой молот и строит здесь первый этаж. Это хороший. А, нет, ты не сможешь так. Ладно. Мы попробуем встать сюда. Угу. И сделать вот такие вот варианты. Встанем второй этаж сюда. Сюда второй. И? И... Сюда третий, да? Нет. И сюда... Тоже второй. Потому что ты мог бы дойти. Также игра может быть проиграна, помимо, в принципе, вот этих построек, если твои персонажи заблокированы и не могут ходить, или ты не можешь что-то построить, следовательно, то есть ты не можешь делать шаг, или закончили, желакончились вот такие вот всякие штучки. Блоки, да, закончились. Первый, второй, третий этаж, ну, неважно. В общем, если на твой именно ход заканчивается, все, игра тобой проиграна. То есть, как бы, это твои проблемы, надо было раньше все достраивать. В принципе, да. В принципе, да. Тогда давай я вот сюда. Раз. И строю третий этаж здесь. Игра очень динамичная, быстрая и при этом заставляет подумать. Конечно. Мне просто интересно, это ты забыл так или что? Ну, ладно. Нет, почему забыл-то? Раз. И? Что ты? Я делаю купол. Без проблем. Делаю купол. Ты возвратила свою женщину в игру. Да. И так вот у меня есть вторая постройка, я ее не буду делать. Так, да? Не буду. Или буду. Интересный вариант. Или буду. Пусть будет. Будет. Нормально. Нормально. Так, так, так. Я тогда пойду. А куда ж я пойду? Я пойду. Вот сюда. Наискось? Да, наискось. И построим вот здесь. Третий этаж. А, конечно. Обязательно. Здесь первый пускай будет. Угу. Так. Если вы что-то найдете по этой игре, какие-либо правила, какие-то интересные моменты, пишите в комментариях. Нам будет интересно прочитать. Да, ну, я думаю, пока правила на английском. Да, в языке. Игра, да, пока не локализована в России. Ну, на данный момент съемки. М-м. М-м. Сюда. Да. М-м. ладно пока на этом все на этом пока все договорились ход сюда и третий этаж летит вот сюда хорошо вот сюда купол пожалуйста это раз постройка это два простройка я смотрю ты пытаешься меня обыграть может быть пытаешься вовсю успеть можешь пуститься вниз принципе да конечно конечно в принципе это так интересно или нижний дачу раз-два до способность твои боги да и я строю вновь первый этаж здесь да вариация интерес город потихонечку застраивается да а все блоков становится все меньше и меньше я иду сюда строю раз строю 2 строишь 2 хорошо так и я иду сюда нет вот сюда ну как бы типа да вот как бы одно движение я поменял себе решение и строю здесь так так я иду сюда строю так и строю так и и надо подумать что же ты такое натворила отвратительное делайте пожалуйста ваш ход да наверное это будет заключительный мой ход потому что прорваться вблизь сюда я не могу ну да таких способностей по крайне да даже за два шага я не могу пройти построить купол да давай я сделаю свой заключительный ход пускай будет ну вот такой дай пожалуйста третий этаж да ты все равно этим не дойдешь почему я могла бы заблочить ну заблочить ты бы могла но да я делал свой пускай получается заключительный ход вот так и игра выграно да тобой игра выграно классно вообще супер тебе понравилось да мне понравилось надо подумать надо подумать я очень люблю такие игры мы считаем вот так вот правило выглядит да там много 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 всего да очень красочно очень ярко что можно сказать об игре она достаточно быстрая особенно когда знаешь правила большая вариация вариация причем даже можно играть с одними же и теми же богами и будет каждый раз по разному но мы вспоминаем что ого-го ого-го еще сколько богов все греческие настолько разные что я не могу описать например минотавр он скидывает соперника куда там ему нужно и я даже это не перечислю это просто куполки куполки да просто можно по моему строить купол в любом из моментов здания в любом его блоке чтобы раз и оградить это он давай сюда карточки есть даже боги которые могут либо скидывать тебя вниз либо по моему даже убивать да ну да там можно по моему даже из игры как бы изгонять рабочих давай подведем итог что давай еще покажем что ты обещал обязательно что и так вот выглядит у нас поле и посмотрите оно состоит из вот такого пластмассовой горы на которой стоит земля которая в свою очередь собирается то есть поле у нас модульное сборное да очень приятное красивое и интересное да да нам эта игра понравилась я даже не знаю как какие эмоции выразить потому что до этого у нас такой игры не было чтобы вот взаимодействовать именно с миром и при этом надо достаточно хорошо подумать чтобы выиграть ты в этой игре молодец спасибо 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 всем кто нас посмотрел ставьте большие пальцы вверх да вот играйте в настольные игры покупайте эту игру да покупайте другие игры покупайте разные игры экспериментируйте и смотрите нас все всем пока смотрите все ссылки внизу вот пока